Вы знаете, если честно, я сейчас стараюсь интернетом не пользоваться, как бы это ни звучало, так архаично, особенно с мобильных устройств. Потому что дело не в том, что меня кто-то посадит или в тюрьму, или еще куда-то, не думаю. Дело в том, что это забирает огромное количество меня из жизни моих близких, моих коллег, потому что это реальная проблема. Люди садятся в кафе, и у нас даже сейчас у артистов очень... Я, может быть, не только у артистов, но в актерской среде очень сейчас набирает обороты такая игра, когда мы, допустим, собираемся в четвером, в пятером куда-то зайти, что-то там перекусить, пообщаться, и при этом мы складываем мобильные телефоны в центр. То есть в центр стола, один на другой, очень простая игра. Кто первый взял телефон, неважно почему. Какая-то срочная новость или что-то там утюг, молоко убежало, плевать. Ты взял, ты заплатил за счет за всех. Все просто. Ничего такого страшного, милое, баловство, но это помогает общаться. Люди сразу начинают общаться. Они первые пять минут их как-то коробят, они не знают, что делать, а через пять минут как будто рубильник какой-то включили, и люди замечательно общаются. Поэтому, безусловно, интернет – это важная и нужная вещь, особенно для тех, кто находится на огромном расстоянии. И как-то, я думаю, что не только делиться впечатлениями, но и работать и так далее. По поводу цензуры, мне кажется, что должна быть определенная цензура, безусловно. Но при этом я бы оставлял какие-то островки свободы, иначе мы будем в обществе Орвелла. Но это же тоже сейчас как-то… Не нравится, когда за тобой все время следят, хотя я думаю, что все время следят за всеми. Уже у меня такое ощущение. Я не сторонник теории заговора, но тем не менее. Поэтому такой двоякий ответ 50 на 50. С одной стороны надо, с другой стороны смотря как надо.